Привет и добро пожаловать ко мне на канал. Это серия видео, посвященная теории о синтезаторах. В основе этих видео лежит субтарктивный синтез. Это базовый синтез, который позволяет вычитать из основного звука что-то, например, фильтровать или делать огибающую этому звуку. Но также всквозь я затрагиваю и другие моменты. В этом видео мы поговорим о таком блоке, как источники звука. Это могут быть осцилляторы, ну или какие-то другие источники. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. А также, если вдруг вы не хотите пропускать мои видео, то нажимайте колокольчик. И YouTube будет присылать вам уведомления, как только видео появляется на моем канале. Также, если вдруг вы хотите меня поддержать или увидеть серию, развернутую о модулях синтезаторах, то остановитесь моим бустером. Ссылка будет в описании. Также на бусте я выкладываю подкасты, сэмплпаки, и вы получите доступ к закрытому телеграм-каналу. Какие же источники звука бывают? Я характеризую их на три типа. Аналоговые, цифровые и сэмплы. Мне так удобнее воспринимать их, и я про них расскажу вам именно в таком ключе. Аналоговый источник звука осциллятор генерируется посредством электросети. Это может быть синусоида, пилообразный, точнее квадрат, пилообразный, немножко улетело, пульс, нойз-генератор. Эти осцилляторы, они могут смешиваться друг с другом, и образовывать новые волноформы. Например, какие-то такие. Чтобы представить, как это выглядит, надо посмотреть на следующий график. Этот показатель является амплитудой, или вольтаж. Здесь частота, или как распределяется во времени эта волна. Чем выше сигнал, тем больше волн мы видим. Чем ниже, тем меньше. Аналоговые осцилляторы очень мягко и тепло звучат. Именно за это их и любят. Но все эти аналоговые источники звука можно также сгенерировать посредством цифры. Такой синтез называется Virtual Analog. На самом деле, очень много типов цифрового синтеза. Они могут быть, например, Frequency Modulation, то есть FM, физическое моделирование, Wave Table. Давайте я сейчас покажу, как выглядит Wave Table Synthes. Я использую Electron DigiTact как секвенсор. То есть на этих клавишах у меня запрограммировано посредством MIDI идет сообщение в Zero Cost, Bass Station, то есть, например, на этом канале у меня Zero Cost. Тут Bass Station, тут Proteus, и опять Proteus. И сейчас один из этих сигналов я также отправлю посредством MIDI в Valdorf-Blaffield. То есть в качестве осциллятора он использует Wave Table. Первые два осциллятора Wave Table, а третий это пульс. Ну, а в остальном этот синтезатор похож на обычный аналоговый, то есть он как бы виртуал аналоговый получается, потому что здесь присутствует зона с фильтрацией, огибающий для этой фильтрации, еще одна огибающая, LFO, различные формы, и матрица модуляции. Также очень интересным синтезом является FM. Он представляет собой несколько операторов, то есть источников звука, они так называются там. И в них присутствуют различные алгоритмы. Эти алгоритмы позволяют модулировать один источник звука другим. Это очень революционный синтез, в свое время он убил даже аналоговый, но правда, ненадолго. Он очень хорошо представлен в таком синтезаторе, как и Digitone. Вот они, эти источники оператора, и у них есть несколько алгоритмов. Например, когда мы меняем эти алгоритмы без изменений других параметров, ничего особо не меняется. Но как только мы поменяем, например, несколько параметров, тут есть фидбэки, взаимодействия, шейпы, то при смене этих алгоритмов звук становится совсем другим. Digitone очень интересный синтезатор, поскольку он является FM-синтезатором, но архитектура у него субтрактивного синтезатора. У него также присутствует фильтр. Огибающая. Эффекты. Игорь, во-фу. Игорь, во-фу. В цифровом синтезе на данный момент доступно практически все. Он максимально богат. Но, по моему мнению, теплота в нем, конечно, аналогового синтезатора отсутствует. Именно поэтому многие в своих студиях имеют как аналоговые, так и цифровые синты. Также в качестве источника звука многие используют сэмплы. Это очень удобно. Вы можете просто взять и записать какой-то звук и использовать его в качестве осциллятора. Сейчас уберу эффект. То есть мы играем в хроматическом режиме сэмплом. Также очень распространен гранулярный сэмплинг. Когда мы берем звук и забираем с помощью определенного цифрового алгоритма кусочки из этого сэмпла. Сейчас я покажу, как это выглядит. Обычно бывают настройки всякие для достижения различных результатов. Скорость, количество гранул. Это интересно для экспериментальной, например, или эмбиент, или атмосферной музыки. Также сэмплы используют такие синтезаторы, как ромплеры. В моем случае в качестве ромплера я использую Proteus 2000 от компании EMU. На каждую ноту записан определенный сэмпл, и когда мы играем, то сэмпл не растягивается, как в случае с обычным сэмплингом, а он подставляет ту или иную ноту под клавишу. Очень большая палитра звуков может быть у ромплера, потому что производители туда засэмплировали очень многое. И даже аналоговые синтезаторы. У него также есть своя структура, похожая на субтрактивный синтез. Здесь есть что-то типа осцилляторов, здесь они называются лейерами, их может быть до четырех. Амплифайр, огибающие эффекты, фильтры. Фильтров тут очень много, о них чуть попозже также расскажу в следующих видео. И LFO для модуляции различных параметров. А также тут еще есть патч-корд. В принципе, это устройство представляет из себя цифровой модульный синтезатор. Давайте я покажу вам еще обилие цифровых источников звука. Например, модуль KNIT, он позволяет генерировать различные типы синтеза. Звук звука. Посмотрите на графике, как изменяются волны. По-моему, это прекрасно. Время распорядилось так, что каждому синтезатору и типу синтеза своя эпоха. Также синтезатор разделяется на инструменты. То есть, какое место он будет занимать в миксе. Для басов, для лидов, для перкуссий, драм-машины, для барабанов. Например, для баса чаще всего используют аналоговый синтезатор. Для аккордов, пэдов или каких-то стабов или лидов. Люди используют полифонические цифровые синтезаторы, потому что в них очень много тембров. Wave table синтезатор также подходит для этой задачи. FM синтез является очень ярким. Он выделяется в миксе. Из него может отбывать не только мелодии, но и какие-то перкуссии. Если в синтезаторе много операторов, то вы можете добыть оттуда даже жирный звук. В Digitonic, к сожалению, всего 4 оператора. И звук его, мне кажется, немного дряблым таким. Но это здорово компенсируется тем, что в нем большое количество эффектов. Крутой секвенсор, параметр локи и прочие штуки. Но в качестве FM-источника мне больше нравится использовать Plates. Новая прошивка вышла, да, там появился FM. А также Acme Styco, очень крутой модуль по звуку. Все типы синтеза вызывают определенные эмоции. Если вы хотите, помимо музыкальных каких-то ходов, погрузить человека в определенную эпоху, то вам понадобится использование сэмпла. Это как яркая фотография, в отличие от просто какой-то векторной графики, которая разделена цветами. К тому же он очень доступен и максимально результативный. С сэмплами музыку можно делать быстрее, чем просто синтезировать. Она звучит богаче и объемней. Но тут, конечно, все зависит от стиля музыки, который вы предпочитаете. Я же обожаю свой Proteus. Это ромплер, в котором записано большое количество сэмплов с различных синтезаторов. Я в него также установил очень много расширений, плац с других синтезаторов. И у меня там большая база этих звуков. Самый крутой осциллятор, который меня доводил встречаться, был AFG от компании LibWire Electronics. Его звук реально меня поражал. Не нужно было использовать ни фильтр, ни овердрайвы. Этот осциллятор имел функцию, которая позволяла обычный тембр превратить такой в более богатый. К тому же у него было очень много выходов. Классный осциллятор, но, к сожалению, очень редкий. По мне именно так звучит аналог. И теперь, когда я слушаю аналоговый осциллятор, я всегда сравниваю его с AFG. В следующем видео мы поговорим о том, какие возможности у модуляра. До встречи!